Тестированию быть. Несмотря на заявления политиков, в этом году кардинально система приема абитуриентов в ВУЗы не изменится, считает ректор Запорожского национального университета Сергей Тимченко. Слишком мало времени осталось до начала вступительной кампании, поэтому и в этом году в ЗНУ решили провести пробное тестирование для запорожских выпускников. На базе университета уже 28 марта пройдет первая сессия пробного тестирования. Это хороший шанс для абитуриентов попробовать свои силы перед независимым внешним оцениванием, уверяют представители университета. До начала вступительная кампания осталась чуть более двух месяцев, а в ее правила политики пытаются до сих пор внести изменения. Заявления о замене тестов на экзамены звучат из уст высоких чиновников. Это только вносит сумятицу в головы у будущих абитуриентов, которых искренне жаль, говорит ректор ЗНУ Сергей Тимченко. При этом отмечают, что никаких официальных документов об изменениях правила приема в УЗИ нет и кардинально их поменять к вступительной кампании не успеют. Моё переконание – четыре показания выбора, это при том, что мы в прошлые годы один-два проводили вступительные пробования, достаточно для того, чтобы детям, враховывая экстремальный характер ситуации, а воно на самом деле экстремально, через полтора-два месяца окончается учение в школах, достаточно для того, чтобы их выбрать. А уже на следующий год можно, я думаю, будет визначать новые правила гри, новые правила выбора для высших учебных закладов. Тестирование вступительной кампании себя оправдало, считает ректор ЗНУ, поэтому программы по подготовке учителей и выпускников к внешнему независимому оцениванию в университете не сворачивают. В этом году здесь уже во второй раз организовывают бесплатное пробное тестирование для всех желающих. Это действительно помогает при сдаче основных тестов, признаются абитуриенты прошлого года и уже первокурсники. Я считаю, что пробное тестирование на самом деле настолько короткое для абитуриентов, чтобы реально увидеть, на что они способны. Это помогло мне, это показало, что мне нужно учить, на чем сосредоточиться и что нужно учить, чтобы добре сдать основные тесты. Это будет не только точное воспроизведение самого процесса независимого оценивания, говорят в университете. Ребят научат и как подготовиться к основному тестированию. В рамках такого тестування ми хочемо, аби наші викладачі розповіли дітям коротко, буквально в рамках, можливо, півгодини, своє бачення, подготовки до тестування. Тому що дитина, вона навіть методично дуже важко готується до тестування. В неї навіть в багатьох людей виникають сумніви. Якщо я не знаю, що мені робити? Ставить галочку відповідний квадратику чи не ставить? Ми говоримо, не втрачайте свого шансу. Перша сесія пробного тестування в ЗНУ состоється уже 28 марта. Зарегистрироваться для її участия можна до 23 марта. Всего же, только по українському языку, в пробному тестуванні примет участие до 2500 запорожських випускників, прогнозирують специалисты университета.